Стар! Андрей Ахмедзианов из своих 15-10 лет серьезно занимается хоккей. Бронзовый призер прошлогоднего первенства России прекрасно понимает, новый сезон будет непростым, необходимо быть в форме. Упор делаю на ноги, к этому сезону должна быть большая скорость у нас, потому что мы уже подросли, нам по 15-16 лет скорости хоккея увеличиваются. Просто работаем над всем, улучшаем все свои качества. В течение двух недель двухразовые занятия в тренажерных залах и бассейн под руководством опытных наставников. Тренерский штаб отмечает, парни вышли на сборы с большим желанием. Могу отметить, что ребята приехали в хорошей форме, никого нет, что там кто-то лежал. То есть я созванивался с некоторыми ребятами, с родителями, то есть все говорили, что они тренируются самостоятельно. То есть молодцы, приехали в достаточно хорошей форме. Как говорится, как начнешь, так и... Ну, это первый день у нас сегодня, поэтому, в принципе, настроение у всех рабочее, боевое. То, что кто занимался, кто не занимался, я думаю, что это на их совести, потому что уже ребята взрослые. Ну, кто занимался, тем полегче будет, кто не занимался, будет потруднее. План занятий был утвержден еще в мае. Сборы проводятся благодаря выигранным местной федерации хоккея различным грантам. Начали мы реализацию проекта, который называется «Спортивное лето 2021». Проект этот получил губернаторский грант, и благодаря этому мы можем две наши хоккейные команды подготовить к следующему сезону, подготовить их снова к участию в первенстве России. Поэтому для них сейчас две недели интенсивных тренировок. Два года назад подобные сборы прошли в Когалыме впервые. Теперь летние занятия на постоянной основе. С 15 августа ледовая подготовка здесь же, в Когалыме. Все как в командах мастеров. Трансфер, питание, тренировки и восстановление. В сентябре стартует первенство России. Планы у когалымчан по-прежнему грандиозные. Я думаю, цели на этот сезон не меняются. Также выход в финал, первые два места в группе. Будем бороться за золотые медали. Не хочется выступить хуже, чем в прошлом году. А в прошлом году планку подняли довольно-таки высоко. Поэтому будем стремиться остаться на этом же уровне. Сергей Ефимцев, Николай Горкуша. Специально для новостей.